Мы с вами, друзья, снова продолжаем разговор с Михаилом Боротянским, и у нас вопрос, это что, уже пятый? Это уже вопрос шестой и последний. Звучит так. Постоянные детские запоры, сильные аллергии буквально на все. Что вы можете сказать по этому поводу? То есть запоры одна проблема, аллергия другая на все. Наверное, если это проблема у разных родителей, то это разные проблемы. Для меня они на самом деле во многом схожи. Я сейчас скажу, в чем разница. Я считаю, что дети сами по себе болеют очень мало и редко. Ну, сами по себе, в смысле, из-за своих детских причин. Чаще всего дети, как слабое звено в системе, болеют тогда, когда в семье, в их маленькой семье, да, там ребенок, мама, папа, ребенок, бабушка, дедушка, или в большей семье, когда есть какие-то трудности, проблема, какое-то напряжение. И вот две эти проблемы, которые здесь озвучено, и запоры, и аллергия. Так ребенок проявляет напряжение, существующее в системе. Да, это связано с векторами. И понятно, что аллергия, она проявляется по тому вектору, который у ребенка яркий и непринятый, запоры проявляются, когда не принят коричневый вектор, вот. Но все равно это лишь место, которое проявляет напряжение. Вы знаете, есть в астопатии такое прекрасное выражение, я его очень люблю, и в психологии тоже использовать. Когда наступаешь кошке на хвост, она кричит совсем с другой стороны. И вот в психологии, особенно, когда это касается детей и семей, если кричит ребенок, ну, словом говоря, кричит каким-то симптомом тревожным, то в последнюю очередь мы ищем проблему у самого ребенка. Да, у него вектор какой-то непринятый, но это лишь проявление. Работая с проявлениями, мы можем гнать этот симптом по телу. Можно справиться с аллергией, которая кожная, будет аллергия там проявляться через глаза. Можно справиться с бронхиальной астмой, она уйдет на кожу и так далее. И поэтому я не люблю гонять симптомы по телу. Никогда не знаешь, куда этот симптом прыгнет в следующий раз, да, и будет это лучше или хуже. Я люблю искать источник проблемы. Источник, как я уже сказал, это напряжение в системе. И очень часто это не какие-то дальние семейные истории, да. Это напряжение в системе родителей. Это может быть, кто-то конкретно, например, напрягается мама ребенка или папа по разным поводам. Это могут быть напряженные отношения между родителями. Это может быть отсутствие одного из родителей, ну и так далее. То есть, вот любые ситуации, которые можно назвать напряжением у родителей или между ними, они будут прорываться через слабое место, через здоровье ребенка. Я извиняюсь, а вот если, скажем, недержание там в одном месте там или в другом, это то же самое практически? Проявление того же самого? Часто да, чаще всего да. Понятно, что мы можем работать здесь, если говорить в слое векторной психологии, да, можем работать над принятием вектора. Ну, например, ребенок с красным вектором, с уритральным, он вот писается по ночам и больше, чем надо по возрасту, да. Да, понятно, да, мы можем работать с принятием красного вектора, с гармонией в этом месте, и мы это получим. Но если ребенок через этот симптом как-то проявляет то напряжение, которое в нем есть, то вопрос, ну вот мы эту дырку закрыли, через которую пара выходила, а куда дальше пара будет выходить? Другую дырку? А где эта дырка будет? Как он ее найдет? Поэтому я всегда задаю вопрос, а что происходит? А насколько себя комфортно чувствуют родители? А что могут сделать родители, чтобы это свое напряжение не передавать ребенку? И очень часто мы эти вещи находим, и очень часто у детей эта симптоматика, она проходит или стабилизируется. В чем разница между аллергиями и запорами? Запорами реагируют на это напряжение более такие интровертные детки, если говорить про векторы, это коричневый вектор, черный, ну может быть синий, да. А аллергии реагируют более экстравертные детки, те, которые наружу, и опять же про векторы это зеленый, желтый, оранжевый, да, красный в том числе. Вот, и это тоже, это лишь вариант этого проявления. Да, для того, чтобы появились у ребенка запоры, нарушается работа кишечника, и еще, кстати, третья проблема в этом списке обычно звучит, называется дисбактериоз. Да, то есть не просто запоры, а у ребенка вот нестабильный стул и все вот это. Обычно рядом идут запоры, дисбактериоз и, значит, аллергия. Ну вот, причина всего этого может быть очень похожая, просто у разных детей это по-разному проявляется. Что можно сделать, прежде всего, родителям? Ну, был бы очень такой глубокий совет сказать, разберитесь с вашими проблемами. Я не буду этот совет давать, понятно, что то, что мы можем сделать, мы делаем, а больше, наверное, мы сегодня сделать не можем. Но хотя бы поменяйте фокус внимания в этом месте и поймите, что таскать ребенка по врачам, по одним, другим и третьим, это вещь, ну, не то, что бессмысленная, она не самая продуктивная. И когда вы просто перенесете фокус внимания со здоровья ребенка на ваше состояние психологическое, поймете, что оно является большей причиной ваше состояние, состояние вашего супруга, супруги, партнера, или ваше отношение, или ваше напряжение из-за отсутствия партнера. Просто фокус внимания вы сместите сюда, ребенку уже будет полегче. А дальше, это немножко похоже на то, что я сегодня говорил, вам нужно ребенка от этого напряжения хоть как-то немножко освобождать. Поэтому конструкция у вас в голове, и в то же время это можно вполне говорить детям, причем вот здесь очень важно, вам не нужно думать, понимает вас ребенок или нет. И я помню, мы работали с родителями ребенка, которому было три месяца, по-моему. И родители ребенку проговаривали эти вещи, и оно очень хорошо работало. Идея следующая. Мы с мамой или мы с папой, наши проблемы решаем сами. Тебе не нужно делать это за нас. Тебе не нужно сделать это для нас. Ты маленький, ты маленькая, а мы большие. Ну или я большая, если это мама говорит про себя. Хотя даже если папа где-то далеко и прочее, все равно мама говорит от имени родителей. Ты маленькая, а мы большие. Мы даем, а ты берешь. Мы взрослые, и мы можем сами решать свои проблемы. Спасибо, что ты делала это для нас, больше не нужно. Это сейчас очень конкретная фраза. Прямо так можно это внутри себя проговаривать, мысленно обращаясь к ребенку, или это проговаривать прямо ребенку. Очень хорошая вещь. Спасибо, что ты делала это для нас, несла или нес некое напряжение, больше не нужно. Каждый день. Вот полминутки или минутку. Уделите тому, чтобы в этом состоянии побыть, чтобы эти фразы внутри себя проговорить и ребенка проговорить тоже. И очень часто это бывает начало. Это не все, да? Дальше будут какие-то движения, нюансы и прочее. Но чтобы сделать ситуацию с мертвой точки, и в случае запора, и в случае дисбактериоза, и в случае аллергии, даже очень тяжелой аллергии, иногда это очень хорошая штука для старта. Это когда кишечник заселен не теми бактериями и не в том количестве. Да, каких-то не хватает, какие-то ненужные в избытке. И на эту тему прекрасно работает фармацевтическая промышленность, и прекрасно работает медицина. Но вот обычно это все гоняет симптом по телу из одного места в другое. Очень часто медицина, она гоняет симптом по телу. Она прекрасно лечит прыщик в конкретном месте, но черт возьми, этот прыщик появляется потом в другом месте или другой прыщик, но с этим делом же связано. Часто это касается, например, такого симптома, как болезни, как варикозное расширение вен. Бывает, у человека есть на одной ноге. Человек сделал операцию на этой ноге, пожил полгода хорошо, через полгода у него на второй ноге. А он говорит, сейчас сделаю операцию на второй ноге и буду жить хорошо. А я всегда думаю, а если ты сделаешь на второй ноге, а где дальше вылезет то проблема, то напряжение, которое к этому привело? Я не знаю. Поэтому это не о том, что не нужно делать операцию. Это о том, что нужно сначала понять, что источник и с ним поработать, а потом уже снимать внешние симптомы. Так вот, да, хорошо вам все равно что-то подделать про себя и про ваше напряжение. Хотя бы поискать это. Или хотя бы для себя четко обозначить. Если вы это не можете решить, но себе это проговорить, да, у меня есть напряжение из-за, там, не знаю, ситуации на работе, из-за моих отношений с партнером, из-за еще какой-то истории. У меня это напряжение есть, я его знаю, я его вижу, я даю ему место в моей жизни, понимая, что пока я его не могу никак решить. Но я его вижу. И вот из этой позиции вы говорите ребенку эти слова, внутренние или вслух, да, что это мои проблемы, тебе не нужно делать это за меня, тебе не нужно нести это за меня. Понятно, что ребенок не решает ваши проблемы на работе, и он на уровне внешнем, он не занят вашими отчетами и разборками с партнером, да. Но если у ребенка есть такие симптомы, то он однозначно включен внутренне в ваши переживания и в ваше напряжение на эту тему. Тут вот, как говорится, гадалки не ходили. У меня просто внутреннее такое, знаете, как сказать, не то что протест, но вот сомнение, что ли, да, потому что я знаю из опыта, что подавляющее большинство людей не хотят принять проблему, не хотят сказать, да, у меня проблему, и у кого-то проблема, это там еще проблема. То есть, если человек говорит, у меня проблема, и я знаю, что это моя, и я ее принимаю, это уже половина решения, он уже на пути. Кто же хочет проблемы принимать, господи, да, если понять. Это так, но у нас есть какое-то иллюзорное представление о том, что успешный человек, это человек, живущий без проблем. Это иллюзия, это не так. И когда мы смотрим, у нас это ощущение откуда? Из телевизора, там, из наблюдения за прекрасными людьми. И когда потом мы узнаем, что эти люди, которые у нас были в телевизоре, они покончили с собой, или еще что-то, что они по страшному алкоголят, мы понимаем, насколько вот эта наша иллюзия, она строится не на понимании реальности, а на неких внешних, да, этих маркерах. Ну вот мы с женой оба работаем в психологии, в психотерапии по 25 лет почти. И что думаете, у нас проблем нет? Есть проблемы, у нас есть проблемы с нашими детьми, у нас есть проблемы в отношениях, бывает в каких-то конфликтах и так далее. Но мы к этим проблемам подходим с другой стороны. Мы их на другом уровне решаем. И вот это создает, скажем так, другое ощущение жизни, другое качество жизни. Не количество проблем влияет на качество жизни, а то, что вы с этим делаете, или хотя бы как вы к этому подходите. Вы знаете, что еще одна из иллюзий, которая вот создается вот этим вот красивой жизнью на экране, или в книжке, там где-то в романе, я там даже не знаю, там практически отсутствует процесс. Вот, конечно, были там замечательные, помните, жизнь замечательных людей, там от начала до конца, это все там хорошо показывалось, но это трудно было купить. А вот, значит, ты смотришь там актер, или ты смотришь там президент, или там богатый человек и так далее, и ты не понимаешь, сколько он съел всякой дряни, пока добрался до этого, до всего. Что у него там на один успешный там какой-то кейс он 10 раз обломался. Понимаете, а большинство людей, у них не было ни одного кейса, потому что они боялись, что они обломаются и вообще не начали ничего в своей жизни сделать. Вот эта вот картинка, она лишает человека видения того, что есть процесс, и процесс гораздо важнее, чем точка, потому что точка, это только точка, это движение продолжает. Да, да, монтаж, да. Да, поэтому я считаю, что правильный вопрос не сколько у вас проблем в жизни определяет, ну, скажем так, успешность и гармония человека, а что вы с ними делаете? Как вы к ним подходите? Ну, и что вы с ними делаете? В связи с этим такой вопрос у меня, как у зрителей, можно сказать. Вот черная полоса, белая полоса, ну, мы все, все, все испытывали, я вам больше скажу, у меня, например, когда я что-то смотрю, я, конечно, нехорошо так думать, но вот когда все хорошо, думаешь, ну, не может же так всегда быть, понимаете? Ну, то есть, как бы так уже, где черная, а где белая, там, а бывали полосы тяжелые, бывают безумно тяжелые, бывают такие, вообще летишь, как птичка, но вот это субъективное восприятие той же самой реальности, вот, или что-то, вы можете сказать, что ты сам управляешь своей реальностью тем, как ты куда-то энергию направляешь, там, я не знаю, но бывает внешне, бывает экономический кризис, ну, что делать? Это тема, которой я занимаюсь последние 8 лет, и особенно плотно я занимаюсь последние года 3, я уже от векторов так немножко отошел, и последние года 3 я занимаюсь как раз вот этими вещами, про черные-белые полосы, про то, что это реальность или нереальность, и, ну, не могу сказать, что я в этом месте специалист некий крутой, но хороший опыт есть, опыт работы со своими задачами, с клиентами, и, это, кстати, то, из чего я сделал мои тренинги управления событиями и созданием будущего, вот, который я веду и вживую, и в интернете, значит, с одной стороны, эти черные-белые полосы, это, ну, условно скажем, реальность, то есть это не абсолютнейшее наше вот иллюзорное представление. С другой стороны, это реальность, управляемая нами на 95%, вот, не на 100, да, я никогда не говорю, что я решаю все задачи, и у меня в группе 20 человек всегда кто-то один говорит, а я вообще ничего не взял, не могу сделать, и он такой один есть, а в группе 50 человек, таких два, да, и это нормально. Но большинство людей, они могут взять вот эти вещи в свои руки. И смотрите, любой кризис экономический, есть же в нем люди, которые, наоборот, не упали, а поднялись. И поднялись не потому, что они как-то хитро ущучили чего-то от тех, кто упал, да, есть и такие, но я сейчас не о них. В любой кризисной ситуации, что бы ни происходило вокруг, вы можете с помощью определенных вещей, определенных, очень конкретных, прозрачных, понятных методов, приемов, я их называю инструментами, вы можете сами начать направлять свою жизнь. И это не о том, что у вас жизнь станет белой, и не будет черных и белых полос, но о том, что черные полосы однозначно будут светло-серыми, это да, и белые могут быть пошире, это да. У нас есть две здесь главные проблемы. Мы, когда находимся в белой полосе, у нас все складывается, мы делаем очень характерные ошибки, и от этого мы слетаем в полосу, там, черную или серую. И вот я эти ошибки изучал годами, я их прямо собирал, коллекционировал, там, в разных культурах, в разных торгах, что это. И их есть очень ограниченное количество, то есть их там не сто, да, их вот там штук там пять. Это конкретные вещи, что мы неправильно делаем, мыслим, как мы неправильно относимся, когда мы выруливаем на белую полосу. Если этих вещей не делать, если научиться их не делать, то мы с белой полосы, мы не соскальзываем в темную. Это не есть прямая линия, это некая волна, да, как говорят, волна удачи. Она не прямая, она волнистая, но это не провал. И вторая наша проблема, это когда мы оказываемся в черной полосе, мы не знаем, как оттуда выбраться. А есть очень конкретные вещи, абсолютно четкие, которые можно делать для того, чтобы из этой черной полосы выйти и оказаться в серой, а потом в белой. И это не годы, это недели, это достаточно прозрачно видно, что вы делаете, и оно происходит. Шаг за шагом вы поднимаетесь по этой вот лестнице. Вектор как бы меняется направление вектора. Да, да, да. Вот я люблю менять направление этого вектора за час, когда я работаю индивидуально с клиентом. Когда я работаю в группе, я люблю менять направление этого вектора за день. Заметьте, я сейчас не говорю, что вы станете за день здоровыми, богатыми, счастливыми и так далее. Но изменить направление движения вы можете за день. То есть с помощью конкретных вещей, не магических, а именно психологических, да, есть некие там инструменты приемы. Вот это вот падение или нахождение на этом дне какой-то сферы жизни вы можете повернуть за день. А дальше есть вещи, которые вам помогают подниматься, подниматься, это уже требует там какого-то большего времени. Но это вот то самое, что вы с нами будете делать через две недели? Да, это то, что я буду делать на тренинге создания будущего. Это то, что я делаю в интернет-тренинге управления событиями, те же самые инструменты, но в варианте интернет нам я даю. Да, да. То есть я всегда говорю, что поворот мы с вами делаем за первое занятие. Дальше мы уже сдаемся, а второе мы уже поднимаемся дальше, выше. И очень важно поработать, чтобы когда вы окажетесь в этой белой зоне, в белой полосе, что вы потом не съезжали обратно или хотя бы не съезжали так глубоко, да. Потому что вы же выполните, а там другие инструменты. Но вот этот поворот нужно сделать его за день. Это задача участников, задача тренинга, задача моя. То есть тренинг он для этого и есть. Первый день ситуацию поворачивает, а дальше мы уже вылезаем наверх. Да, я просто пока вас слушаю, я вспоминаю, за те 25 лет, что мы тут живем, мы пережили три рецессии. Одна была, когда мы только приехали, вообще ничего не понимали. И надо сказать, что после СССР образца 90-го года нам эта рецессия оказалась раем земным. А потом уже, конечно, когда ты работаешь, когда у тебя обязательства финансовые и так далее. И вот это вот, когда безумство, если вы так обращали внимание, вот это вот было, интернет бум, конец 90-х. Вы не понимаете, что здесь творилось? Это надо было видеть, конечно. А потом, как это все грустно сыпалось. И люди, когда все хорошо шло, они верили, что то, что идет хорошо, я не знаю, может, вы о других вещах говорите, но они верили, что они, во-первых, знают и могут прогнозировать. И кажется, что это никогда уже не кончится, что это условия другие, мир поменялся, уже это не кончится никогда. Им казалось, что они такие правильные решения все время принимают, потому что это они. Это они купили нужные акции, хотя росли все акции. И так далее. А потом, когда все рухнуло, оказалось, что есть люди, которые зарабатывают и на росте, и на падении. Потому что они знают, что делают. А есть люди, которые на росте зарабатывают, потому что они не понимают, что происходит. А когда все рушится, они все теряют, потому что они тоже не понимают, что происходит. Хотя на падении можно заработать намного больше и быстрее, чем на росте. Поэтому, если вы об этом или о чём-то другом? Я и об этом тоже, я бы так сказал. Я даю инструменты, вот мои инструменты, они делятся на четыре блока. Первый блок – это когда вы на волне удачи, в этой белой зоне и всё хорошо, как вам там удержаться независимо от того, что происходит вокруг. Рецессия, кризисы, какие-то события и всё – это ваша жизнь. И вам нужно удержаться в этой белой полосе, ну чуть-чуть вы там плаваете выше-ниже, но удержаться – это первая часть. Вторая часть – если вы не удержались, по разным причинам всё бывает, вы начинаете падать. И, значит, второй блок – а что сделать, чтобы это падение повернуть, развернуть, ну и снова туда выплыть. Третий блок – это если вы в чёрной полосе оказались, уже упали или ещё чего-то, и сейчас у вас в какой-то сфере жизни, ну вот это дно. Это разное бывает, это неудача с работой, это неудача с отношением, это невозможность там родить ребёнка за какое-то длительное время, это ситуация со здоровьем, ну любая сфера жизни, они все одинаково как бы нами воспринимаются. И вот мы находимся на дне, как с этого дна вылезать. И четвёртый блок – это когда мы уже на подъёме туда, как этот подъём делать более гармоничным, правильным и вылезти на эту белую сторону. И для меня очень важно, чтобы мы не перекачивали энергию из одной сферы в другую. Вот часто бывает, что люди добиваются финансового успеха, у них разваливаются личные отношения, отношения с детьми, здоровья и так далее. Потому что человек просто перекачал из этого места в стол. А бывает, наоборот, люди с прекрасными отношениями живут, а едят хлеб и воду. Вот моя идея, чтобы мы очень так вот хорошо поднимались во всех этих сферах, плавно, гармонично, и чтобы нигде не было провала за счёт того, что другое вылезло. Поэтому вот этот весь цикл, да, белая полоса, чёрная полоса, спад и подъём, там везде есть свои приёмы, как этим можно управлять. У вас почти тост получился. Так выпьем же за то, чтобы управлять там… Да, так выпьем же за то, чтобы управлять событиями нашей жизни и движением нашим, да, да, по большей части, когда это возможно. Это очень часто возможно. И окажется, что ситуация безвыходная, то в 95% случаев это не так. Если же эти 5% у вас останутся в жизни, это нормально, это же обычная жизнь. Мы же люди, мы здесь не боги, поэтому нам не дано 100%. Но возьмите эти 95%, это правда меняет. Давайте, может быть, тогда в завершение разговора. Я вот вас слушаю, и я, поскольку знаю примерно нашу аудиторию, у нас такие люди больше технократические, хотя очень разные, но всё-таки довольно много такой технической интеллигенции. У нас образованная в целом публике, хотя и молоденькие есть тоже, есть и 13-14 лет, есть и 8-9, которые с родителями смотрят. Там, да, так интересно бывает. Письма такие пишут потрясающие, эти маленькие. И у нас много критически мыслящего народа, которые говорят, ой, Миша, да вы там в Америке, вы отстали от жизни, да у нас только вот это вот, любую газету откроешь, там в интернет пойдёшь, там миллионы этих вещателей, которые сейчас тебе жизнь поменяют, которые там сюда, это большой бизнес, и всё это ля-ля до поля, там бабки с народа собирают. Я понимаю там, как бы, я не пытаюсь на одну доску поставить, но я хочу, может быть вы так обозрите, что происходит на этом рынке. Вот то, что вы видите там, не трогая американский, но вот у вас, например. То есть я понимаю, что есть сколько-то просто жуликов. С другой стороны, я понимаю, что если ты просто жулик, ты долго не просуществуешь и денег не заработаешь. То есть ты можешь где-то сорвать и смыться куда-то, ну, допустим, 5-10-20 лет быть в бизнесе, при том, что жулик невозможно. Тем более сейчас интернет, и рейтинги, и все эти дела, и там тебя снесут просто. Но вот что происходит? Много развода, много низкого качества. Почему такое недоверие? Я могу сказать не только по России и по Европе, потому что я веду тренинги в Европе тоже, но так я с европейским комьюнити психологическим во взаимодействии тесном. Да, много разводок и здесь, и в Германии, и где угодно. И это же на чем основано? Люди все хотят какого-то движения. Люди чувствуют, что обычные методы, привычные какие-то движения не работают, и поэтому есть такая вот жажда движения и не очень знаешь как. Я как-то обычно не занимаюсь отстройкой себя от, так скажем, конкурентов, они делают это, я делаю то. Для людей технократических я могу только сказать одно, что я сам человек от науки. И я изначально к этому всему относился очень скептически. И когда я слышал про эти вот семейные родовые связи, про управление событиями, 15 лет назад я говорил, что это бред. И я, в общем, знаю законный физик, как это работает. И то, чем я стал заниматься вот эти последние 8 лет, я из-за массы разных методов, разных способов, я отобрал только то, что, во-первых, работает у меня и у клиентов. Я могу объяснить, как это работает. То есть не просто сделай это, и у тебя будет чудо, а я… человек должен понимать, что он делает и почему это работает. Почему именно вот эта мысль, именно эти слова или эта конструкция, она приводит к этому результату. Вот для меня вот это вот важно. Поэтому я когда веду свои тренинги, для меня важно не просто рассказать инструменту, а чтобы все люди про чувства и поняли на себе, ага, вот оно, вот как мы это используем. Вторая часть, на самом деле, все мы, все вы, вы знаете, что такое быть на волне удачи. Это не то, что я могу прийти и вам рассказать, о, я вас там научу тому, что вам неизвестно, я вам принесу какую-то здесь тарман небесную. Вы это чувствовали, вы когда-то в жизни наверняка бывали в ситуациях, когда вам везло и когда у вас прет, поэтому это вам состояние знакомое. И весь вопрос лишь в том, как с ним соединиться, как его поймать, как его вызвать. И в этом нет ничего сверхъестественного. Раз вы в нем бывали когда-то, раз для вас это знакомо, ваше тело это состояние знает, когда мир движется навстречу, то осталось просто ввести в структуру то, что вы знали и так. И люди, которые добились успеха в разных областях жизни, они многие эти инструменты и так используют. Интуитивно, понятно и прозрачно. Но нет четкой структуры. Я даю просто структуру. Я в этом месте не беру на себя большую какую-то функцию. Я никого не осчисливаю. Я даю четкую, понятную структуру, что сделать в конкретной ситуации. И когда эти вечеры слушают, они понимают, ой, да это ж нам знакомо, и это знакомо, просто мы это не составляли. Я вспомнил, пока вы говорили, я вспомнил, у меня был такой интересный эпизод, я Свете вот рассказывал. Я ехал на улице Элкамина Рим, центральная такая улица Кремниевой долины, я там ехал с работы домой, и меня распирало. Это было лет 17 назад, то есть мне так было 43 года, может так вот, 42, то есть я так был на подъеме, и у меня все получалось, и меня все узнавали, и я такой был, как говорили, кто самый известный, самый успешный из Советского Союза человек в Кремниевой долине, когда вот Миша. Тогда еще не было вот такого гугла и так далее, это русский бизнес. Гугл был самый известный русский бизнес, самый такой вот. Ну и перло, и я помню, я иду, там за баранкой сижу, и у меня такое ощущение, субъективное, я думаю, неудобно даже рассказывать кому, но у меня было ощущение, что если я сейчас рукой вот так сделаю, встанет дорога, все машины встанут, то есть я чувствую такую достаточно нагрузку, чтобы просто остановить все. Ну я конечно не буду, я мирный человек, но просто я говорю, что вот это ощущение, когда прет, это просто вот как моторчик реактивный сзади сейчас слетаешь вот на крылья. Да, мы можем в это состояние научиться входить. есть конкретные приемы, как в это состояние входить, когда мир движется навстречу и все складывается. Ой господи, понимаете, у меня сразу такие начинаются контрпримеры. Знаете, я математик по образованию частично, я инженер-связистый математик. Я сразу начинаю контрпримеры, вот допустим, а вот война, вот не дай бог там, ну я не знаю, Донецк там, понимаете. Давайте про Донецк скажу, очень интересно, у меня в течение последнего года на каждом интернет-тренинге вот по управлению событиями есть один или два человека из Донецка, из юго-востока Украины. Для меня это было удивительно, потому что у меня в группах же не по 1000 человек, у меня там 20-30-40 человек, статистически как-то не попадает, слишком много, и я вспомнил, зачем это. И вот они там, многие живут в этой ситуации, там идет война, и какая моя цель в работе с ними, и что в общем получалось и по отзывам, даже есть их отзывы на сайте. Есть ситуация, которая вокруг вас, война или экономический кризис, и у вас есть разные варианты, как вы можете вашу жизнь и жизнь вашей семьи провести в этих условиях. Я сейчас опять же не про какое-то лукавство, что там можно где-то чего-то уручить. Можно жизнь провести так, что вас не останется, можно так, что вы пострадаете. Есть какой-то вариант нейтральный, есть вариант, который, ну вот, да, в этих тяжелых условиях мы выжили, и как-то выросли, и взяли это как опыт. И это то, чем я занимался на тренинге как раз вот с людьми из Донбасса, чтобы… они не могут повлиять на эту ситуацию, на эту войну, это больше, чем они, это больше, чем их регион, даже больше, чем государства, которые в этом участвуют, да, там совсем другие силы работают, о них сейчас не будем. Но они управляют жизнью своей и своей конкретной семьи. И они могут вот эту свою конкретную семью или даже свой бизнес, который есть, да, потому что бизнес это тоже их система, они через эту очень сложную ситуацию могут провести по самой оптимальной дороге. И у тех, с кем я работал, это получалось и получается сейчас. Есть обратная связь, да? Да. Кого-то из них я взял там за условные деньги, потому что там понятно, что им нечем заплатить, и им не через что заплатить. У них там интернет появляется иногда, чтобы участвовать в интернет-тренинге, а уж деньги заслать мне, так это для них вообще космическая проблема. Вот. Это получалось, и вот сейчас в России кризис достаточно серьезный, как бы не отрицали это разные наши экономисты. И у меня есть много клиентов, я их достаточно давно знаю, у них хорошие были устойчивые бизнесы, и у них сейчас они рушатся, эти бизнесы, по абсолютно, условно сказать, объективным обстоятельствам, да, если падает спрос на рынке недвижимости, то падает фирма, которая на этом завязана. И я с ними работаю в этом ключе, что да, есть кризис, и фирмы падают, это все есть реальность, она присутствует вокруг нас. Но вы свою систему, а ваша система это ваша собственная жизнь, это ваша семья, это ваш бизнес. Вы можете в этих условиях провести по оптимальной дороге. Или вы не упадете, как все, или вы даже вырастите, но есть оптимальный вариант. И вот как его почувствовать в вашей конкретной ситуации, как на него вырулить, как по нему пройти, не наживаясь за счет других, а просто вырулить на ваш оптимальный вариант. Вот это и есть моя работа в кризисе. Поэтому, да, есть и войны, и все это, и я как раз работаю с клиентами не из идеальных ситуаций, которые живут в прекрасном мире, да, где нет войны, нет кризисов, у них всего достаточно. Нам как раз интересна ситуация, где у вас какой-то ресурс, да, ограничен, не знаю какой, финансовый, энергетический, родовой и еще какой-то. И вот как в этом быть, как здесь тонко настроиться на ваш оптимальный путь. Вот это то, куда можно двигаться. Ну что же, Михаил, мы с вами так 2 часа 7 минут. Да, да, мы хорошо поработали, собирались по 5 минут на вопрос, 6 вопросов, полчаса. Чектикает, значит, давайте я тогда вас поблагодарю и отправлюсь делать файлы, монтировать. Я сегодня уже час ночи, но сегодня я успею кое-что сделать, потому что хотя бы мы сделаем файл, а потом будем с ним работать, потому что запись надо еще превратить там во что-то, вот, поэтому давайте мы тогда попрощаемся с теми, кто нас смотрит, поблагодарим их за внимание, потому что это тоже работа большая, потому что серьезный разговор, вникать же надо. Вы посмотрели, вот из Москвы у нас там был психолог? У меня это в плане на завтра, да, у меня сейчас была жесткая неделя, я запускал свой английский сайт, он, кстати, запущен, сай8.net, но потом будет анонс, я запустил наконец свою книгу на английском языке, и вот все эти дни я этим занимался, все, оно заработало, теперь уже могу. На сайте тест есть на английском языке? А, правда? Да. Но мы как клиенты имеем доступ? Конечно. Все. Да это индусам могу давать, а то я только русских сейчас. Да, да, да. Ну, мы даже технические нюансы обсуждаем, а так все, работает все. Я вам человек тридцать там, значит, для обсуждения, вот новые студенты, они с таким энтузиазмом пошли сдавать в инценте, все хотели сдавать тест. Все работает, можно английскую книжку уже рекомендовать кому-то, а сокращенная версия скачивается бесплатно, там на английском. Да, в полные-полные главы все доступно. Ну, отлично, отлично. Хорошо, что же, я тогда вас поздравляю с выходом на какой-то рубеж. Спасибо. И тогда до новых встреч, потому что мы скоро физически встретимся на местности. Да, да, мы уже в ноябре встречаемся в Лос-Антосе, ну, а в интернете все, что интересно, то смотрите. Хорошо, счастливо всем. Спасибо всем. До встречи. До свидания.